Всем тихой ночи. Я вот решил разобраться с тем, какие сущности есть в самосборе. Кто не знает, о чем речь, оставлю ссылку на вводное видео в описании. Так вот, решил я понять, что за монстры живут в мире гигахрущевки, но столкнулся с такой сложностью, что оказывается каноничная считается идея о том, что никаких устойчивых сущностей самосбора вовсе нет, потому что все его явления, в том числе и монстры, предельно изменчивы и непостоянны. Каждое явление самосбора приносит новых чудовищ, ранее невиданных, и это одна из причин того, почему к самосбору невозможно подготовиться и противостоять ему. Можно лишь спрятаться за толстой гермодверью в бетонном мешке, однако человеческий разум не терпит хаоса и старается все систематизировать, поэтому посмотрим, о каких чудовищах чаще всего говорят жители гигахруща, передавая эти истории друг другу. Твари самосбора причудливы и разнообразны, но вот одна из них особенно часто встречается в рассказах ликвидаторов. Известно, что когда начинается самосбор, все заполняется слизью, иногда эта слизь собирается в причудливые формы. Одна из таких – это формы красивой молодой девушки с небольшими рожками в условиях плохой видимости или издалека. Ее можно принять за настоящего человека, при этом очень привлекательного, но если начать рассматривать при хорошем освещении, обман вскрывается сразу. Ее глаза похожи на органы зрения крупного насекомого и имеют фасеточную структуру. Также монстр часто не формируется до конца, и нижняя часть остается в виде бесформенного кома, слизи, по колено или даже по пояс. Хотя иногда монстр имеет обычные человеческие ноги. Будучи тварью самосбора, гнилушка вполне может существовать независимо от него, перетекая с места на место через вентиляции, мусоропроводы или даже водопровод. Потому в ситуации, когда в ванной комнате гигахруща внезапно появляется привлекательная особа, лучше насторожиться. Обычно гнилушка живет, питаясь различными органическими отходами, но нередки случаи, когда монстр начинает охоту на человека. Этим, по всей видимости, обусловлена ее привлекательная. Для ликвидаторов мужчин форма, когда гнилушка встречает человека, она стремится подойти к нему и обнять. Если это удается, человек сразу заключается в коконной слизи, где впоследствии переваривается. Впрочем, для некоторых ликвидаторов это оказывается единственное объятие в их суровой жизни. Так что они не боятся, а некоторые даже желают встречи с этим существом. Ходят слухи, что гнилушка появилась не сама по себе, а в результате экспериментов со слизью некоего известного как фельдшер. Во всяком случае, он был первым, кто встретил и описал монстра, о чем свидетельствует документ, известный как записки фельдшера. Эксперименты со слизью вообще иногда заводят довольно далеко. Вот поговаривают, что когда гнилушка поглощает человека, она сама становится на какое-то время немного человечнее. Это наблюдение привело к тому, что после серии экспериментов удалось создать отвратительное создание гомункула. Чудовище, полученное путем смеси генетического материала человека и слизи. Омерзительные существа, представляющие собой что-то среднее между человеком и свиньей. В некоторых поселениях людей они нашли свое хозяйственное применение. Мерзко, чавка, они поедают последствия самосбора. Слизь, монстров и, конечно же, останки людей. Некоторые особи достаточно умны для того, чтобы запомнить простые команды и даже поддаются дрессировки. Но в большинстве своем они крайне тупые и агрессивные. Разведению на мясо их крайне не рекомендуется. Во-первых, сложно сказать, что будет с человеком после употребления мяса со слизью. А во-вторых, поедание такого существа многими считается каннибализмом и даже осуждается. Впрочем, гомункулы иногда врастают сами по себе из вонючих сталактитов слизи и иногда даже бывают фрактальными, что бы это ни значило. А вообще не только люди изучают слизь в своих дни, но и слизь изучает людей. Как говорится, если ты заглянешь в слизь, слизь заглянет в тебя. И иногда это приобретает интересные формы. Например, появляется такая вещь, как стена плоти. Стена плоти не просто не нападает, но даже имеет род, способный общаться. И требует она поклонения. Среди людей всегда находятся не только желающие поклоняться, но и приносить жертвы в обмен на съедобные выделения. И обещания не есть остальных. Иногда слизь неплохо устраивается в этой жизни. Интересные существа получаются не только при смеси органики и слизи, но иногда и на неорганических субстанциях. Ученые не слизи создают живых существ из бетона или камня. Однажды проходивший тут недалеко ликвидатор рассказывал, что в одном из секторов делают живые каменные статуи в виде котов. Но существа самосбора не всегда монстры на основе слизи. Иногда это вполне себе люди. Жил вот когда-то такой товарищ Смецкович. Говорят, даже родился до самосбора. То есть во внешнем мире, где потолок синий и по нему ездит огромный огненный шар. Там в этом внешнем мире он служил лейтенантом в армии. Истории такие ходят, что однажды Смецковича отправили разбираться с аварией на неком секретном проекте. Сказали ему, мол, в тайном бункере случилось что-то такое, о чем даже и говорить нельзя. Ну, мол, сходи, посмотри. Но он зашел и так и в самосборы попал. Реальность Гига Хруща встретила его толпой монстров, бесформенной ордой с огромными клоками и когтями, которая его сходу и разорвала, не оставив от его тела практически ничего. В чем бы узнавался человек. Однако для лейтенанта все только начиналось. Вскоре Смецкович очнулся в какой-то черной слизи, в которой он некоторое время плавал. Какое-то время болтал он руками и ногами и ничего, кроме вязкой жижи, не ощущал. Затем кокон раскрылся и лейтенант сварился на пол реальности Гига Хрущевки. На теле его не было ни одной из страшных ран, нанесенных чудовищами. С тех пор он ходит по бесконечным коридорам и этажам, не являясь ни частью мира людей, не монстров. В поселение людей его не пускают, считая очередным чудовищем, стреляя в него и сжигая из огнеметов. А монстра относятся к нему как к обычному человеку. То есть рвут, грызут, разрывают его на части и переваривают заживо. За многие столетия своей жизни в самосборе Смецкович был убит всеми возможными способами и каждый раз после очередной расправы он приходил в себя в своем коконе, вылуплялся и снова шел встречать новые заключения. Особенно ему запомнилось, когда он вылупился около сектантов Чернобога, а те забили его лопатами с криками что-то вылупился. Во всяком случае Смецковичу в чем-то и повезло. Например, в том, что несмотря на все его злоключения, он сохраняет ясный разум и может проводить спокойные минуты в размышлениях на тему того, что с ним случилось и какова природа самосбора. А вообще у самосбора есть некое чувство юмора. Вот некогда была такая женщина, которую звали Баба Нина. Она нередко выходила с большим ведром и шваброй, чтобы убрать последствия самосбора. Но как-то раз, когда завыли сирены, она не успела добежать до безопасных помещений. С тех пор ходит история о том, что ее видят то тут, то там с огромным ведром со шваброй. Содержимое ведра представляет собой какой-то особый вид слизи, который моментально растворяет человеческое тело. Она приходит во время самосбора только в грязные блоки и начинает натирать их до блеска содержимым своего ведра. Говорят такое, что если встать на недавно убранное место, до того, как оно высохнет, можно вполне себе раствориться и стать небольшой лужей слизи. Кто знает, правдивы эти истории или нет. А вообще то, что видят и встречает каждый житель Гига Хруща во время самосбора, глубоко и индивидуально. Большая часть людей говорит о том, что к ним в двери начинают ломиться их давно умершие родственники. Многие говорят о том, что дверь их просит открыть безответная любовь, царапая самые болезненные уголки души своей мальпами. Суть в том, что самосбор не стремится напугать или удивить. Он хочет максимально грубо вломиться в комнату с жителем Гига Хруща, сначала разломав его психику как дешевую игрушку, а затем надругаться над его телом, прежде чем сожрать. Монстром тут может быть не только странное чудовище, а все что угодно. Даже оживший унитаз, который будет использовать жителя в качестве своего неживого собрата. Мир самосбора сам по себе груб грязен и жесток, но с другой стороны, грязи ради грязи тут нет. Чаще тонкая и при этом злая сатира на мир, в котором мы с вами живем. Ведь так вышло, что большинству из нас достаточно просто выглянуть в окно, и там скорее всего будет что-то до боли напоминающее Гига Хрущ во всем его бетонном ужасе. Всем пока!